Всем привет, с вами Даша, и наверное вас крайне заинтересовало название этого видео, и собственно поэтому вы на него и кликнули. Оставайтесь со мной, чтобы узнать эту страшную тайну, страшный секрет, как же это так, знать математику. Ну вообще я хочу с вами сейчас поговорить в такой домашней обстановке, рассказать про свою историю отношений с математикой и настроить реально ваши мысли в правильном направлении. Все разложите вам по полочкам. Я всегда была человеком, достаточно далеким от математических предметов. У нас в шестом или седьмом классе, я точно не помню, было разделение группы на гуманитарий и физман. Я вообще не думая пошла в гуманитарий, как бы мне все нравилось, меня все устраивало, но в гуманитарий, чтобы вы поняли масштаб проблемы, я не могла приводить дроби к общему знаменателю. Вдумайтесь, две дроби я не могла привести к общему знаменателю. Серьезно? То есть если вы сейчас смотрите и тоже этого не умеете, просто это видео создано для вас, потому что это крайняк уже. Но я всегда достаточно хорошо училась, и благо моя классная руководительница, за что я ей просто не перестаю благодарить, она всегда очень видела во мне большой потенциал. Постоянно-постоянно говорила, тебе нечего делать в гуманитарии, иди физмат, иди физмат, грубо говоря, не гробь свою жизнь. Ну и в гуманитарии компания была, хочу сказать, не самая лучшая, потому что, ну, люди никуда не стремились, просто учились ради того, чтобы учиться. Я даже не хочу это как-то оскорблять или превозносить себя лучше их, но, в общем говоря, это было как-то все несерьезно. Потом учительница по геометрии начала мне тоже говорить, что, мол, Даш, давай, мол, ты как-нибудь все перейдешь в физмат. И вот, в один прекрасный день я решила, очень много думала, и все-таки приняла решение перейти в физмат. Это для меня было не очень трудно, потому что физмат был отбор тяжелый, когда вот сам отбор шел на гуманитарии и физмат. Но, а мне дали написать контрольную, я эту контрольную написала просто ужасно отвратительно, ну, я говорю, что я не могла дробик одинакового знаменателя привести, хотя я к ней готовилась, я решила там из шести два, что ли, номера, ну, короче, это было очень плохо, и мне учительница говорит, я тебя беру как бы авансом, что ты потом все отработаешь. И вот как же все-таки многое зависит от учителя, потому что просто как по щелчку в один момент я как бы стала понимать математику. Я не знаю, то ли я находилась в такой атмосфере, что либо ты делаешь, либо ты, ну, просто в какой-то заднице мира сидишь там с двойками своими. С переходом в физмат я очень тесно начала общаться с девочкой, с моей одноклассницей, с которой мы общаемся по сей день, вот буквально сегодня с ней переписывали. Это моя Катенька. Меня всегда удивляло школьные годы, потому что мне говорили за моей спиной, что я с ней общаюсь только из-за того, чтобы хорошо учиться, это просто, это такая ерунда. И у нас был какой-то собственный мини-тандем учебы, что ли, потому что мы были очень с ней вдвоем, я могу сказать, что невнимательными. У нас просто были глупые ошибки. И я смотрю в ее работу, вижу ее ошибки, говорю, Кать, Кать, вот там, блин, не так написала. Она-то, она очень на самом деле в начале, она безумно мне помогала, потому что это очень умная девочка, она сейчас учится в Бауманке. Наверное, это даже скорее не учитель, она, я даже скажу, что она принесла даже больше вклад, чем наш учитель по алгебре. И я могу сказать с уверенностью, что сейчас знания моей математики, высшей математики, все сложилось, все пошло от моей дорогой Катюши. Кать, привет, я знаю, что ты смотришь это видео. Ну так вот, так мы учились сколько? Четыре года, то есть я достаточно хорошо училась в физмате, все у меня получалось, ну как бы, ну в общем нормально, я там не была супер вундеркинда. Ну, училась довольно сносно, сначала у меня были четверки по алгебре, но я уже говорила, кто смотрит мой канал давно, что я просто в 10 классе, а в дальнейшем в 11, ко мне пришло это сознание еще сильнее, что если я не буду учиться, заменять не сделает никто, и просто у меня поперли пятерки. Ну, я реально старалась, и я такой человек, что если задают какое-то задание, я сдам его вовремя, если не случится какой-то апокалипсис лично у меня в жизни. И это мое качество помогает мне до сих пор, потому что такая работа ценится больше даже с точки зрения какого-то потом личного отношения к тебе. Был 11 класс, мы писали кучу пробников по ЕГЭ, у нас была школа при Бауманке, ну не такой, не типа лицей при Бауманке, а просто Бауманка курировала нашу школу, что-то типа такого. Вот, я писала, ну как я писала, сначала было 68, потом было, по-моему, 75, один раз было даже что-то 80, по-моему, баллов. То есть я писала ЕГЭ достаточно хорошо, то есть я по алгебре ЕГЭ не боялась вообще, потому что нас готовили очень жестко, но C-часть у нас просто отскакивала от зубов, то есть мы постоянно-постоянно-постоянно решали C-часть. Мы первую часть даже не трогали, потому что это вообще детский лебед. Ну и опять же, кто знает меня давно, кто смотрел мои истории ГЭД-2015, знает, что я просто завалила математику, а именно это было 55 баллов, это был просто какой-то непонятный трэш, как это случилось, почему, так, зачем, вообще. Я увидела эти баллы, я такая, а что, что такое, вообще, где ошибки? Но это было и было, уже это никак не исправить, и переходим уже к отрезку времени, где я учусь в универе. В универе мы пришли, там, первую-вторую неделю, у нас была высшая математика, и нам дали написать C-часть варианта ЕГЭ по алгебре. Я вообще ничего не повторяла, я уже следы не помню ни какие формулы, я уже ЕГЭ сдала, такая, пока-пока-пока-пока, я ничего не знаю, ничего не хочу знать. Ну, и тут нам дали вариант, и нам нельзя было вообще никуда не посмотреть, за нами очень достаточно жёстко смотрели, и то есть всё, что я написала, я написала абсолютно из головы, из своей памяти какой-то там. И я как-то забила, думаю, ну, хоть бы не хуже всех, потому что, ну, как бы, новые группы, и так облажаться. Потом мы приходим через какое-то время на эти занятия, и нам оглашают результаты. Оглашают, оглашают у всех просто какие-то очень плохие результаты, прям вообще там, из сколько там, из шести задач сделана одна, что-то вообще ужасное. И потом называют четыре фамилии, моя фамилия была в том числе, и она говорит, типа, ребят, молодцы, вы так, типа, хорошо написали, но нас очень похвалили, мы написали лучше всех, у меня, по-моему, были все задания правильные, все, или одно какое-то неправильное. Короче, я очень хорошо написала, я такая сижусь, и потом, ну, какое-то сложилось все грубкое понимание, что, как бы, я неплохо знаю про меня. И в этот момент у меня какой-то случился эмоциональный подъем после того, после того, как я, собственно, завалила ЕК, это дало мне какой-то новый толчок на алгебру. Я в итоге все очень хорошо понимала, объясняла ребятам, то есть у нас начались разные матрицы, то есть я достаточно во всем хорошо разбиралась, съездила даже на Олимпиаду по математике. У меня было 20 из 20 баллов по аттестации, и в итоге вот это вот тоже был очень важный момент, когда вот я прям, ну, была реально горда собой. У нас был зачет по алгебре, где реально никуда нельзя было посмотреть, она очень палила, и было, можно было получить 100 баллов по нему. Ну, я реально к нему готовилась, все прям основательно, от и до, решала там демо-варианты. В итоге я написала на 94 балла, это было бом-бом-бом, когда вывесили эти результаты, я была очень с собой довольна, и до сих пор довольна своими такими результатами. Новое полугодие, новый семестр, и у нас не менялись два преподавателя, которые что один, что второй мне вообще не нравились. Я, ну, хоть с одной, с первой мы что-то делали, потому что она была очень жесткая, очень требовательная, как бы, ну, по мне, мне все равно, позовите, как бы, к доске, я не особо буду тупить, но, как бы, все окей. Но пришел потом на смену ее старичок, он был очень добрый как человек, он очень хороший, но мне это не нравилось, потому что все наши оценки были незаслужены, все очень было как-то странно, ну, короче, он не мог даже узехомирить группу, короче, вот это вот мне не нравится в преподавателях, особенно в преподавателях математики. И в итоге я просто перестала учиться, просто перестала учить математику. Вот просто забила. Мы с подружками сидели, решали тесты Космополита на пара, я занималась своими делами, то есть какие-то фотки, блин, обрабатывала, сидела, читала, короче, занималась непонятными делами. Но тут близилось лето, то есть полугодие прошло, близилось лето, и у нас была сессия, и в этой сессии должна была сдавать высшую математику. Я была в афиге, потому что все прошло мимо меня. Но мы тупо собрались с девочками, сидели, решали в Макдаке, но на самом деле я очень хорошо тоже подготовилась, но прикол в том, что люди учили это полгода, я выучила это, внимание, за три дня. Я за три дня прошла весь курс и написала экзамен на пять. Я не знаю, как я это делаю и как у меня это получается, но тем не менее я опять же встретила с девочкой своей одноклассницы из школы, она мне объясняла эти темы. Потом я решала со своими однокурсницами, мы просто тупо все решали, решали, решали до посинения. И в итоге я сдала на пять. Ну вот это вот такая вот моя мини-история. Сейчас у нас есть статистика, которая тоже у меня отскакивает от зубов. Я считаю, что я одна из тех, кто лучше всего ее в группе понимает. Ну вот вся моя, в принципе, моя история, она закончилась. И сейчас я хочу какие-то дать наставления вам, кто хочет понять математику и, собственно, как это сделать. Я не скажу вам, естественно, рецепт, что надо взять это, 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 и вы все, и вы вундеркин по математике. Нет. Ну давайте соберем какие-то факты. Вы просиживаете в школе, в универе, неважно, просто огромную часть своей жизни. Просто огромную, большую половину части своей жизни, своего времени. И смысл там сидеть ради того, чтобы просто просиживать свою жизнь в свои минутки. Как бы если вы собираете что-то делать, вы учитесь. У вас сейчас цель в жизни это тупо учеба. И если вы делаете это, то почему вы не можете это делать хорошо? Многие говорят, я гуманитарий, я не могу поднимать математику, я не могу понимать геометрию. Что это значит, вы не можете понимать? Вот перед вами сидит пример, который сделал себя из гуманитария физмат. В чем проблема? Или просто какие-то тупые, пустые отговорки, которые, когда я слышу, они меня ставили в такой тупик, потому что я не понимаю, люди, в чем проблема. Еще хочу прояснить такой момент, вот, например, когда вы, когда садитесь, типа, мы хотим понимать математику. И смысл не в том, чтобы начинать с самого нуля, с какого-то там пятого класса, я не знаю, от какого вы все пропустили. Нет. Нет, открывайте тему, которая у вас сейчас идет. У вас сейчас, например, идет в 11 классе интегралы. Вот вы открываете в интернете кучу, а еще огромный плюс, это ролики на ютубе. Вы забиваете тему интегралы, и там просто разжевывают все сто раз одно и то же. Это супер вещь. Ну и, например, вы открываете сайт или смотрите про интегралы, как это делать. Идут какие-то алгоритмы. Если в этой теме интегралы попадается какая-то тема, как решать там квадратные уравнения, вы переходите к теме, как решать квадратные уравнения, чтобы разобрать эту тему интегралов. И то есть не обязательно вам изучать все-все-все-все-все по порядку. Вы по мере поступления новых тем просто разбираете тему, которая идет у вас сейчас, текущую, а не которую была сто лет назад. И когда у вас встречается непонятный материал, вы просто немного возвращаетесь к нему и разбираете его. То есть это все очень просто. И также вам советую найти человека, который будет вам объяснять, пусть это будет ваш одноклассник. По человеческой природе людям очень всегда приятно, когда к ним обращаются за помощью, когда они востребованы, когда они нужны. И не думайте, что все от вас просто отвернутся. Вы с положительным настроем подойтись к мальчику, который у вас хорошо понимает математику. И скажи там, Коль, Петь, вот ты можешь мне объяснить вот эту тему, вот я что-то недопоняла. И я уверена на 90% что вам никто не откажет. Также вы можете подойти к учителю. Но я все-таки вам советую найти каких-то людей своего возраста, чтобы вам доходчиво объясняли. И не какими-то заумными термины, а просто каким-то жизненным простым языком. Вы же понимаете, чтобы чего-то в жизни набиться, надо просто себя заставлять. И за дня в день, и за дня в день, и за дня в день просто. Если вы хотите потом учиться в каком-то ПТУ, вообще никуда пойти учиться, пожалуйста, ничем не занимайтесь. Спускайте свою жизнь на самотек. Но все-таки если что-то делать, то делайте это как можно хорошо. На максимум того, что вы можете. И просто делать, делать и заставлять себя. Ну и вообще, я не понимаю, если вы сейчас встречаетесь с такой трудностью, с мелкой трудностью вообще в жизни, что надо что-то выучить, и вы не можете это сделать. Тогда о чем можно говорить в будущем, когда возникнут реальные проблемы, которые надо будет решать, а вы что будете, и все пускать на самотек и просто забивать? Надо уже учиться с малых лет решать свои трудности. Они к вам приходят, и не чтобы к вам мамы, папы, бабушки помогали решать ваши же проблемы. Докажите своим близким, что вы уже какой-то взрослый, самостоятельный человек, и можете сами решить свои проблемы по, например, по математике. Вы берете и делаете. И вы просто не представляете, как вы подниметесь в глазах своих близких и просто окружающих. И вы что, хотите, чтобы ваши родители тратили огромные деньги на репетиторов? Конечно, это очень хорошо. Но тем не менее, каждый из вас в состоянии выучить математику сам. Облегчить жизнь ваших родителей. Вот все всегда говорят, я хочу помогать своим родителям. Пока материально вы не можете этого делать, потому что вы очень в школе, там не работаете. Но вы можете уже облегчить материально жизнь родителей, не спуская денег, опять же, на репетиторов, на какие-то курсы непонятные. Просто делать это самому. И в дальнейшем вы облегчите родителям жизнь, что поступите на бюджет. И не надо будет плавить огромные суммы за ваше обучение. Я не знаю, к чему это было видео, просто у меня как-то накипело, потому что у меня приходит куча вопросов по поводу учебы, как учиться, как себя заставить. Просто взять и делать. Другого варианта не бывает. Так что с вами была Даша, я сейчас пойду заставлять себя делать бухучет. Мне тоже очень не хочется. У меня постоянно бывает, я не хотела сегодня снимать видео, хотела бежать. Я не хочу сейчас делать бухучет. Я не хочу сейчас готовить, но я сейчас просто пойду себя заставлю и сделаю это. И потом в конце дня у меня будет ощущение, что день не прошел просто так. Не прошел просто так в Ютубе, ВКонтакте, в Инстаграме. Что я реально что-то сделала полезное и для себя, и для своего образования, и для канала, для моего хобби, и для семьи, что я помогла приготовить. Так что с вами была Даша. И если вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Потому что на моем канале очень много видео про учебу и всю такую универскую, школьную тему. Я прям запыхалась. Также пишите свои вопросы, советы мне, может быть. Может быть советы другим, которые будут читать комментарии. Жду вас внизу в комментариях, и жду вас там, чтобы вы подписались на мой канал. И все, с вами была Даша. Надеюсь, вам понравилось это видео. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok